Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. Утверждены первые кандидатуры для участия в программе «Время героев». Они начнут обучение уже 27 мая на очной магистерской программе президентской академии. Отбор продолжается. В ближайшее время будут определены первые кандидаты на очно-заочную программу профессиональной переподготовки. Те, кто зарегистрировался на программу, но не смог пройти онлайн-тестирование, выполняя боевые задачи, могут это сделать в филиале президентской академии во Владивостоке до конца 2024 года. Подробная информация о тестировании и обучении доступна в личных кабинетах на сайте времягероев.рф. Напомним, «Время героев» – это программа развития для участников специальной военной операции. Ее целью является подготовка высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Приморье – один из первых регионов, в котором участник спецоперации назначен на должность государственного служащего. Вице-губернатором по внутренней политике края стал командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов. В понедельник, 27 мая, в администрации округа прошло очередное аппаратное совещание, на котором представители структурных подразделений и ведомств отчитались о проделанной работе за прошедшую неделю. Так, по информации представителя отделения социальной защиты населения, работа идет в плановом режиме, выплаты производятся своевременно. Главный врач ДЦГБ Роман Поляков в очередной раз указал на проблемные моменты, в числе которых взаимодействие администрации округа и медучреждения. Лечебно-дерминистическая деятельность в плановом режиме. У нас получается из проблемных моментов, Александр Михайлович, то есть мы обсуждали с вами выделение сотрудника администрации, соответственно, что мы проведем диспансеризации. Сразу скажем актуальность проблемы, то есть наблюдается рост смертности по болезням сердечно-сосудистой системы онкологии. То есть, если двигаемся в профилактическую сторону, то непосредственно нужно выполнять план диспансеризации. Самостоятельная больница не может привлечь всех тех, кто должен ее пройти. И, получается, еще напоминаем о том, что у нас за оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семьи отвечает непосредственно Михаил Валентинович Забровский. Телефон, наверное, на его сегодня для доступа. Мы попросим еще вас на канале расположить для того, чтобы люди могли оперативно по вопросам оказания помощи связываться. Ну, как бы из основного все. За неделю было рассмотрено 5 материалов, штрафы не выписывались. Получим на рассмотрение 6 материалов. Из них 4 административные подведения нарушения тишины и спокойствия. Так, проводились сразу мониторинговые мероприятия на предмет опроса травы, хозяйства, члены и судья. Это у них не все. Представитель МКУ АУ сообщил, что в настоящее время проводится промывка и опрессовка систем теплоподачи и водоотведения, учреждения образования. Работа идет в плановом режиме. Представитель Примтеплаэнерго обозначил, что 2 котельные обеспечивают горячим водоснабжением 2 микрорайона в условиях возможности подачи ресурса. Статистику заболеваемости на территории округа представил Роспотребнадзор. За прошедшую неделю зарегистрировано 10 случаев педагогичной пневмонии, 2 случаев пешечной аспекции, 2 случаев крови, 6 случаев в длинном поста, 2 случаев укуса животных, собаки домашние, 16 случаев присасывания клещей, из них 6 случаев у детей. Уклусы в длищах регистрируются на даче 10, км 12, высота 611, на даче Кударева, по городу Дальнегорск, улица Пушкинская, в Чертегородный хлебозавод, в Чертегородный адреса, дальше на территории детского сада номер 19, парк «Березка», водохранилище «Корбушинка». Хочется обратить внимание взрослых, что за безопасность детей в лесу, либо в парках, в зонах опасных, подверженных, где находятся клещи, несут ответственные сопровождающие лица. Если вы готовите прогулку в парк, в лес с ребенком на коляске, нужно заблаговременно позаботиться, побрызгать колеса, нижнюю часть коляски, коллицидным препаратом, для того, чтобы предотвратить пропадание клеща маленькому ребенку. Если ребенок уже более взрослый, подвижный, нужно ему объяснить, как вести себя в лесу, на поляне, посещать траву и обработать ему необходимо одежду в соответствии с препаратом, с инструкцией о препарате, который указан на коллицидном препарате. Не надо до фанатизма обливать ребенка, либо наоборот это делать формально. Достаточно обработать 30 секунд и минуты, в зависимости от размера одежды, и после посещения леса, парка, дачи, обязательно осмотреть ребенка на наличие клещей, потому что дети маленькие, не обращают внимания, они не могут вам показать, рассказать, что их беспокоит. Поэтому хочется обратить внимание родителей и сопровождающих бабушек и дедушек, чтобы проявляли свои дети после посещения дач, парка и леса. Но заболеваемостью ОРЗ у нас снижение, а по сравнению с природой будущей недели, в целом, снижение по спокойным. Представитель финансового управления АДГО сообщила, что готовятся документы для увеличения доходной и расходной части бюджета в связи с дотацией из краевого бюджета. Мы подготовили документы по изменению бюджетной росписи бюджета за счет, мы будем увеличивать бюджетную доходную и расходную часть за счет дотации, которая пришла с краевого. Сегодня под этим документом рассмотрели все учреждения и управления, которые хотят добавить, исправить. Время комиссариат находится в данной выготовлении постоянно за прошедшую неделю без происшествий. На следующей неделе у нас 3-го числа запланирована отправка призывников первой партии, торжественная отправка от памятника в 10 часов, в 10.30, с областной инфраструктурой. Слонилось 15 часов. Данное следующее, парка кончается. Доброе утро, коллеги. Завтра, 28 мая, в 6.30 состоится ранее перенесенного комитета по бюджету и генерической политики. Повестка у всех была развозглава на всем. 31 мая, в пятницу в 11 часов состоится очередное заседание Думы, о котором будут заслушаны отчет главы, отчет председателя Думы и вопросы. Всех приглашаем. Повестка сегодня будет разводства на рамках. Продолжаем показывать вопросы заседания комитета Думы по городскому хозяйству, который состоялся 15 мая. Вопросы очень актуальны и волнующие жителей округа. Так, свой доклад об организации кладбища в селе Сержантово предоставила Юлия Баркаева. Администрация заключила муниципальный контракт на изготовление проекта с методом документации для строительства кладбища на сумму 7 млн 960 тыс. рублей с Институтом социальных технологий, у Института социальных технологий «Краснадарта». На данный момент они производят изыскания, все четыре вида изыскания. Уже потихонечку направляют нам на согласование изыскания и подготавливаются к тому, чтобы разрабатывать сами проектные решения. То есть с ними мы всегда на связи, и днем, и ночью. Деньги у нас разные, поэтому иногда встречаемся вечером, по ВКС связи, все побывали, разговаривали. На данный момент движется. То есть чуть сдвинулись, может, потому что третий раз мы возвращаемся по этому вопросу, и какие-то сдвиги уже... Ну да, конечно, то есть и контракт заключен, и с подрядчиком мы постоянно работаем, представитель подрядчика приезжал, ну, естественно, изыскания делали, и представители подрядчика были, смотрели те данные, которые есть у нас, и, в принципе, подготавливается проектная документация. Самое главное, чтобы они потом прошли экспертизу проектной документации, это одна из самых важных частей проекта. Проект разработки – это малая часть, 3 месяца потребуется. Ну, коллеги, вопросы есть по этому? Какой прогноз о завершение строительства? Рома будет уже открыта. Ну, для начала надо готовить проектно-смертную документацию, получить заключение, положительную экспертизу, а потом, ну, и увидеть, да, во-первых, сумму, какая будет сумма. И после этого запрашивать средства на строительство кладбище. Я думаю, скорее всего, нужно будет разбивать поэтапно, возможно, потому что площадь, в принципе, большая, там 20 гектаров осталось. Ну, это не год, не два, получается, правильно? Ну, смотрите, в любом случае, сейчас подрядчикам мы говорим, что мы, во-первых, разбивали на несколько этапов, будем смотреть, да, по финансированию, опять же, думаю, что это будет дорого. Там земляные работы, их много. Дороги, здания в руках, ну, то есть все, что нужно будет поставить, да, в первую очередь. Но разбиваться будет на несколько этапов для того, чтобы начать реализацию кладбища, и чтобы можно было начинать людей хоронительных, вот эти люди. Так там будут административные здания, которые будут стоять? Ну, конечно, оно обязательно требуется. Есть определенные требования к строительству кладбища. Скажите, это будет как бы общее, да? Это будет Долингорск там, и все, или только, как это будет выглядеть? Захоронение города Долингорска там будет происходить? Ну, конечно. Да, ну, конечно. Еще вопрос можно, да? Да, да. Там стоял у вас вопрос, при открытии земельного участка, ранее, который был ранен, сейчас я не знаю, какой, что попадал в зону санитарной охраны, источника пятиооблагоснабжения, это все решено? Да, ЗАУИД поставили таким образом, ну, то есть на кадастровый учет, смотрите, мы начали разрабатывать документацию только после того, как сам ЗАУИД, источник пятиооблагоснабжения, стал на кадастровый учет. Да, они получили, да. Да, он стал на кадастровый учет, и мы увидели, что, в принципе, не затрагивает наш земельный участок, но нам пришлось сохранить, во-первых, там было водоохранной зоне, в зоне подтопления, изначально кладбище помиловалось 35 гектар, сейчас 22. Соответственно, мы сократили земельный участок, и на тот земельный участок, который остался, мы на него вышли на проектирование. Коллеги, еще вопрос есть? Переходим к решению. Информацию администрации Дальнегорского городского оборудования об организации кладбища села Сержантово Дальнегорского городского оборудования, премьер-силы администрации Дальнегорского городского оборудования после прохождения государственной экспертизы, чего сейчас говорили, направить в комитет Думы Дальнегорского городского оборудования по городскому хозяйству. Проект и строительство объекта строительства Дальнегорского городского кладбища, само сюжетом для его рассмотрения. Информацию о принятом решении разместить на официальном сайте Номигосского городского округа и в Телеканалиси. Кто задан на решение? Единогласно. Вопрос по строительству нового кладбища очень актуален и деликатен. Напомним, вопрос этот на слуху уже не первый год. Все дело в том, что ранее в 2019 году администрация уже заключала контракт на подобный вид работ. Однако в процессе выяснилось, что выделенный под него участок попадает в водоохранную зону, скважины прим теплоэнерго. И обустраивать там место под захоронение категорически запрещено. Тогда администрация заплатила подрядчику, выполняющему проектно-сметные работы, почти 5 миллионов рублей. По мировому соглашению, за проект, который так и не был разработан. Работа была не выполнена в полном объеме, и администрация расторгла договор, оплатив часть средств. Непонятно, почему глава данную проблему не считал важной. И спустя 4 года, наконец, администрация вернулась к этому вопросу. Как было отмечено депутатами, даже они три раза собирались по теме строительства кладбища. В текущем году был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. На данные цели будет потрачено около 8 миллионов рублей. Будем надеяться, что не повторится ситуация прошлых лет, когда миллионы рублей были потрачены, а проект так и не был разработан. Первый обязательный экзамен по русскому языку сдавали 28 мая выпускники школ. В этом году испытания в форме ЕГЭ проходят 174 учащихся школ округа, 2 студента колледжа и 10 выпускников прошлых лет. Пункт сдачи экзаменов находится в школе номер 25. Основной период экзаменов с 23 мая по 11 июня. Резервные сроки с 13 июня по 5 июля. Резервный период предусмотрен для выпускников, которые не сдали один из обязательных экзаменов или по объективным причинам не смогли присутствовать на экзамене в основной период, а также для выпускников прошлых лет. Есть одно нововведение для пересдачи. В резервные сроки добавлены две даты – 4 и 5 июля, в которые каждый выпускник текущего года может, написав заявление, пересдать один любой учебный предмет, который он сдавал в основные сроки. Это может быть и обязательный предмет, и предмет по выбору. При этом результат, полученный ранее, аннулируется. 28 мая праздник тех, кто стоит на границе рубежей нашей Родины, военнослужащих, несущих службу по охране нашей страны, ветеранов этого вида войск, а также День памяти тех пограничников, которые в разное время отдали свои жизни при отражении нападений врагов. В этот значимый день десятки причастных и тех, кто решила дать дань уважения, собрались у памятника неизвестному солдату на праздничный митинг. Подробности в следующем сюжете. Зеленые береты или зеленые фуражки, как называют российских бойцов-пограничников, охраняют границу протяженностью более 60 тысяч километров, самую протяженную в мире. История пограничной службы как военизированной структуры, обеспечивающей защиту рубежей русского государства, насчитывает не одно столетие. В эпоху масштабных преобразований после развала Советского Союза полномочия по охране государственной границы перешли к новообразованному Комитету по охране государственной границы СССР, реорганизованному из Главного управления пограничных войск КГБ, затем к погранвойскам в составе Министерства безопасности Российской Федерации. Уже в конце 1993 года на базе пограничных войск была образована Федеральная пограничная служба, Главное командование пограничных войск. В следующем году ее переименовали в Федеральную пограничную службу. Тогда же, 23 мая 1994 года, президент России подписал указ об установлении 28 мая Дня пограничника Российской Федерации в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск. С 2003 года погранслужба находится в структуре Федеральной службы безопасности ФСБ. В ее составе действуют региональные управления, в том числе погрануправления по Республике Крым, а также департаменты береговой и пограничной охраны, погранконтроля, оперативно-координационное управление. Зеленые фуражки несут службы непосредственно в пограничной полосе, на пунктах пропуска, в аэропортах и морских портах. Охрану и защиту рубежей России выполняют около 200 тысяч пограничников. На праздничном митинге всех присутствующих поздравил с этим праздником, а также почтил память тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, начальник местного отделения ДСААФ России Василий Шевчук. Уважаемые дальнегорцы, дорогие ветераны пограничной службы, праздник, день пограничника стал всенародно любимым праздником в России. И это благодаря тому, что пограничники своим мужеством, своим героизмом заслужили эту любовь. Мы помним, что они первые приняли на себя страшный и сильный удар германской машиной. Гитлер отвел на захват застав от получаса до двух часов. Пограничники стояли сутками, не охраняя границы Советского Союза. Сами фашисты были удивлены мужеством и стойкостью наших пограничников. Уже в советское время именно наши пограничники стали стеной перед китайскими захватчиками и ценой собственной жизни остановили их. Сегодня при выполнении специальной военной операции пограничники уже в Белгородской области противостоят диверсионным группам Украины и борются с ними, уничтожают. Буквально недавно мы знаем, что было нападение на Белгородскую область. Именно пограничники остановили эти диверсионные группы. Я хочу поблагодарить вас всех за вашу службу, пожелать вам всем здоровья, вам, вашим семьям благополучия и счастья. С праздником всех! С началом специальной военной операции, наращивания оперативного, боевого и технического потенциала пограничников, а также усиление инженерно-технического прикрытия рубежей страны, стало одной из ключевых задач. Сегодня российские пограничники на границе с Украиной находятся на первой линии обороны. За время проведения СВО им пришлось неоднократно отражать нападение ДГР противника на пограничные регионы, уничтожать вражеские морские десанты на подходе к побережью Крыма, задерживать диверсантов из украинских нацбатов и предотвращать теракты вражеской агентуры. Также пришлось активизировать работу по пресечению каналов контрабанды оружия, боеприпасов, военного имущества и наркотиков. Граница своей зеленой светлой полосой прошла по душам всех служащих на ней. Честь, отвага, мужество, верность воинскому долгу, высокий патриотизм – эти качества отличают пограничников. Пограничная служба была, есть и будет уважаемой, почетной и престижной. Во все времена на охране нашей границы стояли лучшие ее дети. Пограничники всегда служили и служат своей родине, своему народу. И каждый из нас, независимо от того, служит он еще или уже в запасе, всегда остается пограничником, всегда на посту. Жить, родине служить – это и есть смысл жизни. Нет более почетной обязанности и великого счастья, чем служить своей родине, своему народу. Пусть наша жизнь и жизнь наших родных будет счастливой и радостной, успешной и плодотворной. Крепкого вам здоровья, успехов в службе и труде на благо нашей Родины. Достатка и стабильности, надежных друзей и сослуживцев, везения и удачи, мирного неба над головой, слава пограничникам, слава России! Ура, товарищи! Ура! Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания, спасибо, что вы с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова